Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 16 апреля, начинается новая торговая неделя, ну и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит. И, как всегда, перед началом в понедельник напомню, что у нас сегодня состоится стрим, на котором мы более подробно будем разбирать каждый из инструментов с ориентиром на предстоящую неделю. Стрим проходит в половину седьмого по Москве, Таллину, Киеву, Риге. Присоединиться к нему вы можете на нашем YouTube-канале. Для того, чтобы получать уведомления, не забывайте подписаться на него и нажать на колокольчик, тогда все уведомления вам будут приходить. Ну а наш разбор мы начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на прошлой неделе мы видели снижение в область поддержки до отметки 1.2302. Ниже данного уровня мы не ушли, соответственно, на текущий момент тенденция восходящая остается также в приоритете. Ближайшие цели – это обновление максимальной значения пятницы и движение по направлению локальных максимумов 11 апреля. После преодоления данных уровней уже открываются предпосылки роста на 1.2523. Ну а ближайший разворотный уровень отмечаем как раз на минимальные значения, которые были зафиксированы 12 и 10 апреля на уровне 1.23 ровно. По паре американский доллар-канадский доллар на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это уход ниже минимальные значения, которые мы видели на прошлой неделе. То есть уход ниже уровня 1.2551 и движение далее по направлению 1.2530. Ближайший разворотный уровень отмечаем как раз в области торговли на текущий момент. Это максимальное значение прошлой недели на уровне 1.2622. Если пара американский доллар-канадский доллар сможет закрепиться выше данного уровня, то можем ожидать возобновления роста по данному активу. Пара американский доллар-японская иена продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели роста – это уход выше максимума в пятницу и движение по направлению 108.55. А ближайший разворотный уровень, который нам может сказать о завершении восходящего движения, находится на минимальных значениях, которые мы видели на прошлой неделе в области 106.62. Пара австралийский доллар-американский доллар продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели роста – это уход выше максимума в пятницу на уровне 7809 и движение далее по направлению 79.60. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы 12 и 11 апреля на уровне 77.38. Пара британский фунт-американский доллар продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели – это также обновление максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу и движение на локальный максимум в области 43.59. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы в пятницу на уровне 42.17. По паре еврофунт тенденция нисходящая также на текущий момент сохраняется. Цели по снижению это движение в области 85-90, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу на уровне 86-65. Если пара сможет закрепиться выше данного уровня, то вероятно начало коррекционного восходящего движения. По золоту общее направление восходящее также сохраняется. Цель роста это уход выше максимальные значения 11 апреля, движение за уровень 1365 долларов за тройскую унцию, ну и движение далее по направлению 1380. Ближайший разворотный уровень на текущий момент остается на минимальные значения, которые мы видели на прошлой неделе 10 апреля в области 1331 доллар за тройскую унцию. Пока торгуемся выше данного уровня, основное направление сохраняется восходящее. По нефти марки Brent общий тренд также в рамках часового таймфрейма сохраняется восходящий. Цель роста это обновление максимальных значений прошлой недели и движение по направлению 74-75 долларов за баррель нефти марки Brent. Ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы 11 апреля на уровне 71 доллар и 7 центов за один баррель. По индексу DAX тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста это область 12892, а ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу на уровне 12386. По самой популярной криптовалюте биткоину тенденция восходящая сохраняется. Мы видели на прошлой неделе довольно-таки сильный импульс роста и на текущий момент следующие цели это уход выше максимальных значений в области 8369 и движение по направлению 9300 долларов за один биткоин. Ближайший разворотный уровень отмечаем на локальных менюах, которые мы видели 14 апреля на уровне 7 767 долларов за один биткоин. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Усаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошей торговой недели и увидимся вечером на стриме. Всем спасибо за внимание и до свидания.